Здравствуйте, любители тенниса! Давайте сегодня поговорим о том, кто как смотрит на мяч. В моем понятии существует два основных типа. Это когда человек вот так поворачивается и смотрит на мяч. Каждый поворачивает голову и производит каждое касание с мячом в визуальную оценку. Второй тип – это когда человек играет и считает, что он как-то не обращает на это внимания, то есть смотрит на мячик боковым зрением, то есть периферическим, наверное, можно так сказать. Мяч попадает в поле и он играет. И третий тип, которые не определяются и не задумываются об этом, как они смотрят, они просто играют и играют. И вот в первом типе, когда человек смотрит на мяч, вот как бы тут все нормально, ничего не могу сказать. Второй тип тоже имеет место для жизни, то есть человек, когда смотрит боковым зрением, и все попадает нормально, и как бы тоже все нормально. Но существует иногда ситуация, когда голова уходит с области контроля мяча, то есть и периферическое зрение боковое, скажем так, не видит точку касания. Вот не видит он точку касания. И в этот момент происходит, ну, в большей степени вероятности промахи. То есть вот проверяли, замечали, что когда человек держит так, что краем глаза он видит точку касания, идет попадание, хотя человек считает, что он так все время играет, он на него не смотрит и так попадает. Вот. Отсюда выливается такая проблема, говорит, пришел на чувствяке, все попадаю, вот, а сегодня что-то не идет, что-то не попадает. Вот это поймать чувствяк очень важно для тех, кто не смотрит на мяч. Вот у них есть фаза вот где-то здесь, он зрением его заценивает, да, увидит, куда он попадает. И дальше нет контроля ракеткой. Но в поле зрения мяч попадает. И как только у него вот этот чувствяк сбивается, и где-то точка касания мяча или поворот головы уходит немножко туда, где мяч не касается вот этой, не попадает в эту сферу видения его, то есть попадает в мертвую зону, вот тут чувствяк у него и кончается. То есть человек начинает мазать, не может понять причину. Ну, причем даже опытные игроки, там, доигравшие до кандидата и чуть выше, вот не всегда осознают вот этот, что мяч всегда должен находиться в зоне видимости. То есть боковым зрением мы его должны видеть. Как только он выходит совсем из створа, а нам кажется, а мы всегда не смотрели, мы всегда так играем, что вот вроде тут видел его на взлете, а там с ракеткой уж как-то встретятся они. То есть мимо рта не пронесешь ложку. Но как только мячик выходит из зоны видимости и происходит хоть малейший какой-то разлад в технике, вот доли какие-то секунды мы опаздываем, так идет нестыковка и игра не ладится. И вот кто говорит, что сегодня не поймал чувствяк, сегодня не идет, обратите внимание, как вы смотрите. Я не говорю, что всем надо смотреть вот так поворачиваясь, это дело как бы привычки, дело выбора. Но в зоне видимости мячик должен находиться всегда, что вот здесь мы должны на него обращать внимание, мы должны видеть вот эту руку раз, с краем глаза хотя бы и здесь. И тогда, ну как бы опять все возвращается на место, у вас перестает появляться вот эти промахи, непонятные для вас. То есть это только от того, что идет какой-то небольшой рассинхрон за счет потери точки касания мяча из поля зрения. Ну вот на этом у меня все, жду ваших комментариев. Тема такая интересная, объемная, может кто-то выскажется, как у него обстоят дела и что он думает по этому поводу. До свидания, до следующих встреч. И еще об интересном. Мы сняли самоучитель игры в настольный теннис. Все желающие могут поднять свой уровень, могут научиться с нуля практически уверенно держать мяч, забивать голы, понимать, что такое вращение. В этом уроке мы убрали все лишнее, никакой воды. Только те элементы, которые мы реально используем при игре на счет. То есть нету подготовительных, нету той разницы, когда человек на тренировке тренирует одно, в игре играет совсем по-другому. То есть вот опыт моего тренера, Кулеша Виктора Михайловича, мой опыт. Мы собрали здесь как бы все воедино и выпустили такой урок, видеоучитель игры по настольному теннису. Обращайтесь по ссылке, по сноске, смотрите, где это все можно взять. И удачи вам и побед!